Ас-саляму алейкум. Начинаем проходить аквайд, то есть акиду, вероубеждение. Ну, вопросы, связанные с верой, с сердцем. Мы прошли в последние уроки шесть столпов имана. Шесть вещей должен человек верить, чтобы быть мусульманином, убежденным. Сейчас будем рассматривать эти столпы поподробнее. Итак, первый столб иманы – это была, конечно же, вера во Всевышнего Аллаха. Давайте рассматривать. Вера во Всевышнего Аллаха. Первая основа веры – это вера во Всевышнего Аллаха. Она означает, что вы признаете существование Всевышнего Аллаха, которому присущи все превосходные сифаты, атрибуты. Другими словами, вы признаете, что он обладает всеми лучшими качествами, что у него нет никаких недостатков и что он далек от них. Вот что значит вера во Всевышнего Аллаха. Он обладает каждую молекулу, в каком направлении, откуда и куда она, когда придет. Это просто колоссальные безграничные знания, поэтому говорят у Всевышнего Аллаха. То есть нету меры этому. У Аллаха все лучшие качества и нет никаких недостатков. Атрибутами, то есть сифаты на арабском будут сифаты, атрибутами, атрибуты Всевышнего Аллаха подразделяются на две группы, именуемые атрибутой сущности – сифатой датия и атрибутой действия – сифатой супутия. Как верить в атрибуты? Это мы должны верить Всевышнего Аллаха. Атрибуты есть – качества. Как это еще сказать – сифаты, атрибуты, сифат – атрибуты. Есть такие качества, то есть сифаты и датия – атрибуты сущности, как Аллаха существует, как мы должны верить в существование Аллаха. И второе – это атрибуты действия, что Аллаха делает. Давайте рассмотрим сифаты и датия. Первое – это сифаты и датия – шесть. У Всевышнего Аллаха различают шесть атрибутов сущности, то есть как он верит, как он существует. Сифаты – качество сущности. Существует, да, слово. Первое – вудют. У Аллаха есть такое качество, как вудют. Бытие означает. Аллах существует, его небытие невозможно, потому что в мире такой порядок во всем. Как цветы растут, да, как мы, например, в утробе матери развиваемся, человек, и все это происходит. То есть все запрограммировано в случайности. Небытие Аллаха невозможно. Поэтому у Аллаха есть такое качество, как вудют. Бытие. Аллах существует, и небытие невозможно. Второе – кыйдам. То есть существование без начала. Аллах существует без начала. То есть он не родился, не появился, не возник. Аллах да аля вечно был. Это надо верить, это надо принять. Мозг наш это не понимает, а сердце может принять. Поэтому убеждены должны быть сердце. Аллах существует без начала. Все, что есть, кроме Аллаха, имеет начало. Всевышний Аллах не имеет начала. Аллах вечно был. Мы так всегда должны говорить и убеждены в этом быть. Второе. А третье – бақа – бесконечность. Аллах существует бесконечно. Он будет вечно существовать. Не будет такого, что он исчезнет, заснет. Или исчезнет, потом появится. Такого не будет. Аллах та аля вечно существует без начала. И он бесконечный. Аллах та аля бесконечно будет существовать. Так вот. Еще какое качество сущности? Это четвертое – вахданият. Означает единство. Такой, как Аллах та аля, он один, единственный. Он единственный и в своей сущности, как он существует, и в своих сэфатах, и в своих качествах. Безначальность, бесконечность и так далее. Какие бы вы сэфаты Аллах та аля не слышали, только у него такие. И в отсутствии у него сотоварищей, конечно же. То есть нет помощников у Аллаха. Аллах – вахданият у него есть такое качество, как единство. Аллах та аля – единственный, такой, как он, как Бог, как вот все твари. Только он. Единственный. Ла аляхи на Аллах. Пятое – мухаляфат лиль хавадис. Отличия от созданных. Аллах отличается от созданных, естественно. Аллах единственен и не похож ни на кого и ни на что. Нет никого и ничего похожего на него. Такое, как Аллах та аля – он один. Как он существует, как он… Образ как бы нельзя говорить, что Аллах та аля… Как говорят, Дедушка Мороз исполняет желание на небесах. Как будто бы Аллах та аля на небесах смотрит на всех. Так ты такой бородатый, да, с белой бородой. Астанфирола – нельзя. Такое, как Аллах – он единственный. И представить его невозможно. Потому что мозг, он все представляет. Когда-то что-то видел, похожее делал. Аллах та аля – единственный в своих сефатах сущности. Поэтому мозг не может объять Аллаха. А сердце мусульмане может. Поверить в это возможно, но понять это нельзя. И поэтому мы должны с вами быть убеждены в том, что Аллах та аля – единственный и не похож на своих созданных. Это тоже такие глубокие темы. Ну, мы в этих уроках подробно-подробно не рассматриваем. Да, мы только основу ислама берем. В чем мусульмане должны быть убеждены. Вот, дальше. Киям бинавсих – самодостаточность. Киям бинавсих – это шестой сефат из Атия. То есть, Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем. И ни от кого, и ни от чего не зависит. Киям бинавсих – самодостаточность. Чтобы Аллах та аля – жить. Ему не нужны органы. Какие-то, да? Воздух. Какое-то специальное положение и так далее. Или люди для того, чтобы существовать Всевышнему Аллаху. Люди там, птицы. Или чтобы власть свою держать, свое могущество. То есть, если люди на земле не будут поклоняться Всевышнему Аллаху, власть Аллаха не будет при этом унижена. Всегда Аллах та аля – великий. И с нами, и без нас. Потому что Аллах – самодостаточный. И в этом мы должны быть убеждены. Вот сефат из Атия. Шесть сефат из Атия. Атрибуты сущности. С этого можно понять, что Аллах та аля существует без времени и без места. Такая Акида Матуридия. Вероубеждение Акиды Матуридия. Мы вот с вами масхаб, то есть, по вопросам практики, мы придерживаемся ханафитского масхаба. А по вопросам веры, вероубежденности, мы следуем Акиди Матуридия, называется. Про это мы тоже в других группах поговорим, смотрим, когда они родились и так далее. Вот, значит, Аллах та аля существует, не похож на созданных, и созданный на Него. Всевышний Аллах бесконечный, безначальный, единственный, отличается от созданных и самодостаточный. Это такие основные шесть сэфатов, которые мы должны верить и быть убеждены в этом. Теперь давай рассмотрим сэфаты субутия. Субутия, то есть, атрибуты действия, что Аллах та аля делает. Первое – хаят. Узбеки уже знают, хаят по-узбекски – жизнь. То есть, тюркские народы, их многие слова пришли именно от арабов, от мусульманства. Хаят – это жизнь. На арабском тоже хаят – это жизнь. Валь хайюлю – кайюм. Да, когда говорим аят, мы все читаем хайю – живой. Вот, значит, у Аллаха есть такое качество – хаят – жизнь. Аллах живой и дарует жизнь. Айлим – знание. Аллаху известно все, что было и будет, тайное и явное, и то, что сокрыто в сердцах людей. Представляете, насколько Всевышний Аллах та аля всемогущий, знающий. Он абсолютно все знает. И даже то, что скрыто в сердцах людей. Поэтому люди могут обманывать людей, но Аллах та аля не обманет. Аллах та аля все знает, и Аллах та аля все это покажет и расставит на свои места. У Аллаха есть такое качество – айлим – знание. Аллаху известно все. Каким человек был, откуда пришел, кем он сейчас является, кем будет, куда придет. По своим безграничным знаниям. Аллах та аля все это знает. Третье – ас-сами'а. Все слышание. Аллах та аля слышит все. Аллах та аля слышит все, не нуждаясь при этом в ушах. Помните, мы до этого смотрели, что Аллах отличается от созданных. И созданные не похожи на Аллах та аля. То есть Аллах слышит, но он слышит не вот органами, а инструментами. Потому что это все инструменты. Убери у нас ухо или там какой-то инструмент. Мы в этом всем нуждаемся, чтобы слышать. Аллах та аля ни в чем не нуждается, чтобы слышать. Понятно? Аллах слышит все абсолютно. Басар четвертое – все видения. Аллах та аля видит все. От него не может укрыться даже черный муравей, бегущий темной ночью по черному камню. И даже звук его шагов не будет утаен. И я даже добавлю, что про всех муравьев в мире и про все создания Аллах та аля знает. Откуда он идет, что сейчас делает, куда придет. Каждого слышит, каждого видит. Хоть будет полная темнота, вот прям полная. И это будет хоть черный муравей, муравьи. Аллах та аля ничего не скрыться. Не скрыться от Аллах та аля. Вот такой Аллах та аля всемогущий от этого говорится. Так, пятое – ирада, то есть воля. Воля Аллаха всеобъемлющая. Все, что хочет, он претворяет в жизнь так, как того пожелает. Все происходит по его воле. Понятно? Это такая тема, мы дальше еще Аллах посмотрим. Но мы должны быть убеждены в том, что все происходит по воле Аллаха. Потому что истинный Творец кто? Аллах. Понимаете? Мы только как выбираем. Вот если человек выбирает убить человека, он выбор делает. Аллах та аля ему уже это сознает. Потом за этот выбор он достигает, вот этими своими выборами человек достигает либо рая, либо ада. Человек выбрал, Аллах та аля дает. И потом в судный день ты будешь отвечать за свой выбор. Это не значит, что Всевышний Аллах хочет, чтобы все страдали. Вот так кто-то там страдает, кто-то кайфует как будто. Нет. Человек выбор делает, Аллах уже решает быть этому событию или не быть. Понимаете? Вот в чем он. Воля Аллаха. Все происходит по воле Аллаха, не человек. Создает. А вот человек выбирает. Другие творения, создания Аллаха выбирают. Аллах уже решает быть, разрешать этой ситуацией быть или нет. Творить это или не творить. Это от Аллаха тогда. Шестое. Кудрат. Могущество. Могущество Аллаха. Аллах всемогущ, то есть может все. Он может всю планету Земля провести через маленькое ушко иголки. Причем никто не умрет. Снизить это уменьшит во много раз. Потом через ушко иголки пропустить. И заново, чтобы эта вся планета Земля вместе с людьми и законами и так далее, все это вернется в былое и никто не пострадает от этого. Аллах, если захочет, так произойдет. Без сомнений. Все, что Аллах захочет, пожелает, Он все это может сделать. Всемогущ. Аллах всемогущ. То есть может абсолютно все. Калям. Седьмое. Речь. Всевышний Аллах обладает речью. Его речь это не буквы и не звуки. Смотрите, мы убеждены мусульмане, что Аллах обладает речью. Но его речь это не буквы и не звуки. Потому что это все недостатки. Смотрите, объясню. Вот человеку, чтобы говорить, ему нужны легкие, да, воздух берешь. И когда выдыхаешь, ты произносишь слова, буквы, да, там тебе надо вот так. Это все вот инструменты. Убери у нас легкий язык. Человек не сможет разговаривать. Мы зависимы от этого всего. От воздуха, от языка, еще от интеллекта там и так далее. Аллах Таля не нуждается в этом все. Поняли? У Аллаха есть речь, но его речь это не буквы и не звуки. Вот. Семь-восьмое. Теквин. Творение. Аллах творец. Он сотворил все сущее из ничего. Конечно же, Всевышний Аллах это творец. Ничего не было этого. Был только Всевышний Аллах. Места не было. Время не было. Вакуум, воздух. Ничего этого не было. Был только Аллах до созданных. Самодостаточный Всевышний Аллах был один. Потом он решил по своей воле создать все, что есть. И он создал для кого-то, который обхватывает место, время и все, что есть. В галактике, во всем Вселенной и так далее. Это все Аллах Таля сотворил. Получается, что Аллах, если сказать, что Аллах Таля где-то находится на небесах, место указывая, но до сотворения места где Аллах был. Видите, это нестыковка. Поэтому Аллах Таля существует без времени, без места, всемогущий, дарующий жизнь, всезнающий, всеслышащий, всевидящий. Поэтому это видео очень фундаментально, я бы вам сказал, да. В этом надо убежденным быть. Вот вам знания. Ишаллах. Распространяйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии хорошие. Ассаляму алейкум. До следующих уроков. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...